Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучать раздел Прямоугольная система координат и векторы в пространстве Тема урока – уравнение плоскости Цель урока – выводить общее уравнение плоскости через вектор нормали и точку, лежащую на этой плоскости Сегодня на уроке вы узнаете Как записать уравнение плоскости в общем виде Определение вектора нормали Вы научитесь выводить уравнение плоскости через вектор нормали и точку, принадлежащую плоскости Повторим ранее изученный материал Поставьте видео на паузу и напишите координаты вектора PQ для каждой пары точек P и Q Сравните полученные результаты Какое правило вы использовали? Чтобы найти координаты вектора Нужно из координат конца вычесть координаты начала В следующем задании В прямоугольном параллелепипеде OA равно 2, OB равно 3, OO1 равно 2 Найти координаты векторов OA1, OB1 Вектор OA1 является радиус-вектором Так как его начало находится в начале координат Поэтому его координаты равны координатам точки А1 2, 0, 2 Точка принадлежит плоскости X, O, Z Поэтому координата Y равна 0 Следовательно, координаты вектора OA1 равны 2, 0, 2 Найдите координаты вектора OB1 самостоятельно Сравните полученный результат Перейдем к изучению нового материала Уравнение AX плюс BY плюс CZ плюс D равно 0 Уравнение плоскости в общем виде Где A, B, C и D – действительные числа Причем A, B, C одновременно не равны 0 И являются координатами вектора нормали Вектор нормали к плоскости – это вектор перпендикулярной плоскости Установите соответствие Какой вектор нормали соответствует данному уравнению плоскости? Сравните полученный результат Давайте порассуждаем Если две параллельные плоскости заданы уравнениями A1X плюс B1Y плюс C1Z плюс D1 равно 0 И A2X плюс B2Y плюс C2Z плюс D2 равно 0 То что можно сказать про их векторы нормали? Так как векторы нормали перпендикулярны к плоскостям А плоскости параллельны То векторы нормали лежат на параллельных прямых Или на одной прямой То есть коллинеарны Координаты вектора нормали первой плоскости A1, B1, C1 Координаты вектора нормали второй плоскости a2, b2, c2. Если векторы коллинеарны, то выполняется равенство a1 относится к a2 равно b1 относится к b2 равно c1 относится к c2. То есть координаты одного вектора пропорциональны координатам другого вектора. Рассмотрим задачу, в которой нужно определить параллельны ли данные плоскости. Запишем координаты векторов нормали. n1 имеет координаты 2, минус 3, минус 4. n2 имеет координаты минус 4, 6, 8. Воспользуемся условием коллинеарности векторов. 2 относится к минус 4, как минус 3 относится к 6, как минус 4 относится к 8. Получили верное равенство. Следовательно, векторы нормали коллинеарны, а значит плоскости параллельны. Уравнение a умножить на разность х минус х нулевое плюс b умножить на разность у минус у нулевое плюс c умножить на разность z минус z нулевое равно нулю. Уравнение плоскости, которое проходит через точку m с координатами х нулевое, у нулевое, z нулевое перпендикулярно вектору n с координатами a, b, c. Решим задачу. Напишите уравнение плоскости, проходящее через точку a перпендикулярно по вектору b, c, если a имеет координаты 7 минус 5 0, b имеет координату 8 3 минус 1, c 8 5 1. Вам необходимо найти координаты вектора b, c, затем подставить полученные координаты вектора и координаты точки а в уравнение плоскости. Поставьте видео на паузу и найдите решение. Сравните полученный результат. Следующая задача. В единичном кубе a, b, c, d, a1, b1, c1, d1, вершина d – начало координат. Ребра dc, da, dd1 лежат на осях координат o, x, o, y, o, z соответственно. Напишите уравнение плоскости a1, b1, c1. Данная плоскость проходит через точку a1 с координатами 1, 0, 1. Вектором нормали является вектор d, d1 с координатами 0, 0, 1. Точка a1 имеет такие координаты, потому что является одной из вершин единичного куба. А d, d1 – радиус вектор. Начало вектора находится в начале координат точки d, а конец вектора – точка d1 с координатами 0, 0, 1. Поэтому координаты вектора d, d1 равны координатам точки d1. Подставим координаты точки и вектора нормали в уравнение плоскости. Получим. Первое и второе произведения равны нулю. В третьем раскроем скобки и получаем уравнение плоскости. z минус 1 равно нулю. Поставьте видео на паузу и попробуйте решить самостоятельно следующие задачи. Сравните полученный результат. Подумайте, какими еще способами можно вывести уравнение плоскости, если известны координаты точки, принадлежащей плоскости, и координаты вектора нормали. Можно подставить координаты точки и координаты вектора нормали в уравнение плоскости общего вида ax плюс by плюс cz плюс d равно нулю. Найти из полученного равенства значение d, затем записать уравнение плоскости с числовыми значениями a, b, c и d. А сейчас рассмотрим решение задачи вторым способом. Напишите уравнение плоскости, проходящей через точку m с координатами 1, минус 2, 4, с вектором нормали n с координатами 6, минус 1, 3. Подставим координаты точки и вектора нормали в общее уравнение плоскости. Найдем из данного равенства значение d. Подставим в общее уравнение плоскости, получаем искомое уравнение плоскости 6x минус y плюс 3z минус 20 равно нулю. Итак, сегодня на уроке вы узнали, как записать уравнение плоскости в общем виде, определение вектора нормали. Вы научились выводить уравнение плоскости через вектор нормали и точку, принадлежащую плоскости. А сейчас определите свою ступеньку на лестнице успеха в изучении данной темы и подумайте, что вам еще нужно сделать, чтобы подняться хотя бы еще на одну ступеньку вверх. Для того, чтобы подробнее изучить данную тему, вы можете воспользоваться дополнительными источниками. Буду очень рада, если мой урок поможет вам в понимании темы и будет полезен при решении задач. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...